У меня для вас есть радостная новость, наконец-таки вышло новое обновление на Pocket Ends, где добавили новый режим, то есть, наконец-таки у нас не исправление багов, не улучшение производительности, а что-то новенькое, конкретно сегодня будет у нас новая битва, а битва с доктором Зани, то есть этого до этого не было, это, насколько я знаю, чувачок, который у нас в обучении в самом начале донимал, теперь можно будет ему набить мордасы, так что будет любопытно это посмотреть, и сразу, ребята, вас попрошу сделать одну очень важную штуку, чтобы вы поддержали данный ролик лайком, чем больше лайков, тем больше серий вы увидите. Походят по Pocket Ends, так что давай 4 или 5 тысяч наберем, будет супер-мега круто, но тем временем с вами Кристалл, Pocket Ends, и мы начинаем! Но сначала хочу сбегать, еще сделать некоторые моменты, потому что у меня здесь осталось кое-что, плюс мне в любом случае, если мы пойдем на битву, это надо будет сделать, наверняка нужно армию дособрать, у меня есть просто возможность получить еще двух новых себе здоровых рабов, поэтому сейчас мы быстренько разнесем красных, и после этого можно будет сразу двух призвать, и спокойненько вообще всех разнесем. Я специально запасы еды тут себе собрал, получается, грибочки, у меня все дела, 4 тысячи есть, так что на все замесы мы с вами спокойно пойдем, и что наконец-таки радует, наконец-таки завершилось у меня улучшение ясли, теперь они 10 уровня, я офигел, когда увидел, сколько требуется для того, чтобы прокачать ясли до следующего. То есть 7 дней будет делаться крафт ясли, это просто жесть какая-то, что так дорого-то? Так, ладно, сейчас по-быстрому пробегаем, 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 так, здорово-здорово-здорово-здорово-здорово-здорово-здорово-здорово, только меня не трогайте, пожалуйста, я сейчас буду бегать-бегать-бегать-бегать, отстанет меня, you speed me baby right now, давай. Так, о, где там мои ребята-то сражаются вообще, что вы там потерялись, а вы за текстуре сражаетесь, ясно, понятно. Так, ладно, видимо, придется притащить своих ребят еще раз, созываем наш отряд, сейчас он прибежит сюда, вот они прибежали, наши голубчики, и отправляемся снова вот сюда. К сожалению, надо сначала избавиться от обычных чуваков, а то наши отвлекаются и начинаются происходить замесы где-то вообще на стороне, где мне это абсолютно не нужно. Поэтому избавляемся от вот этих ребят, тех вообще не трогаем, идем вот сюда, и заставляем сразу атаковать королеву, и почему-то наши чуваки решили просто встать, и как будто их оглушило. Что это такое? Новые баги завезли, обновление вышло новое, и багов добавили еще, да? Так, ну, окей, что-то странно как-то действовать теперь муравьи, будто что-то поменялось, ну, ладно, так, атаковать, в этот раз вы атакуете. Блин, меня атакуют, черт, да как ты не вовремя, зараза! Ну, все, теперь ты им точно конец, не думаю, что в этот раз я опять где-нибудь встряну. Ну, все, давайте раскладывать уже их всех, в очите там королеву, и все, с красными я закончил, наконец-таки, плюс еще один феромон, шикардос. Так, призываем себе новых врагов, конкретно вот так вот делаем, привлекаем. Так, кто-то пришел, надеюсь, это жук-бомбардир, потому что я их давно хочу уже себе получить. И, кстати, ребята, смотрите-ка, это у нас в этот раз тарантул, да? Ну, тарантул это, к сожалению, такой себе юнит. Я хочу себе, ё-моё, получить, наконец-то, бомбардиров. Я хочу целую кучу бомбардиров, потому что с бомбардирами сражаться одно удовольствие, они единственные здесь дальники. Кстати, по поводу квеста, у меня здесь что-то выполнилось. Ага, 25 лапок я получу, шикардос. Так, и теперь у меня возможность есть еще кого-нибудь прокачать. Но сейчас мы этого завалим. Тарантула я пока что себе оставлю, потому что армию нужно добить до конца, чтобы у нас после забиты все слоты были. Поэтому сейчас его выносим, захватываем и призываем следующего. Так, все, захват пошел, армию открываем, призываем следующего. Так, и кто у нас будет следующий? Призывайся. Так, а поблизости уже есть существо. Какое существо? Тут нет существа, оно уже отъехало. Так, видимо, он считает, что здесь что-то еще есть, потому что того еще не захватили. Окей, сейчас захватит, посмотрим. Ну, я пока жду, хотел вас попросить сделать одну очень важную вещь. Если ты еще не подписан на мой канал, то подпишись. Помоги мне набрать 2 миллиона подписчиков. Я их уже капец как давно хочу набрать, а вот все-таки как-то не набирается. Поэтому я вас очень прошу подписаться, если вы еще не подписаны. А я вас с дальнейшими роликами, понятное дело, буду радовать только больше. А если наберем 2 миллиона, то я буду стараться делать уже по 4 видоса. Еще у меня и второй канал, на котором я тоже видосы делаю, и там еще и стримы пилю. Если вы, кстати, хотите быть в курсе моих стримов, то еще на мой телеграм подписывайтесь. Здесь в описании на него тоже ссылка есть. Там всякие секретные фоточки, секретные посты, где больше нигде не выкладываются. Только в телеграме. Поэтому можете на телеграм подписаться. Помимо моего канала. Ну и богомол у нас появился. К сожалению, мне выпали самые дешевые юниты. Но я специально, говорю, подготавливаю армию. Это у нас как бы почва для следующей битвы. Я, правда, еще с доктором Заней ни разу не сражался. Но я думаю, что лучше взять все же побольше себе солдат, чтобы быть уверенным в следующей битве. Так, и тем временем нужно еще восстановить всю мою армию. Я забыл, что у меня еще все... Не все здесь полностью. Но это ничего страшного. Я все равно сейчас могу создавать хотя бы 10 солдат. И после, точнее, 10, даже 11 солдат я могу спокойно создавать. И это гораздо теперь все удобнее. Правда, вот... Правда, вот следующая прокачка, это будет идти 7 дней. Поэтому я ее так не хочу особо ставить на прокачку. Но, видимо, придется все же. Гемов... Я даже буду представить себе, сколько на 7 дней нужно будет гемов. А на сколько нужно будет ускорить игру. Заплатите, пожалуйста, 50 тысяч рублей, если вы хотите на 7 дней ускорить процесс, да? Ладно, сейчас армию восполню. И пойдем сражаться с доктором Заней уже наконец-то. Итак, армию я подготовил. И теперь мы с вами можем пойти на новую битву. Давайте посмотрим, что это такое. Так, кристалл против доктора Зани. Максимум 1 феромон. Одна вот эта штука. Ну, так, или это можно выбрать что-то. Ну, допустим, ладно. Давайте просто пойдем в битву и посмотрим, как это уже будет выглядеть. Окей, мы сражаемся против доктора Зани. Против его муравейника. Ну, допустим, я сейчас призову сразу всю толпу. У нас также 3 минуты на подготовку. Ну, я сначала вызову вообще всех. В этот раз у меня уже хотя бы более-менее армия из рабов. А то до этого их было не так много. Сейчас уже этот пробел все же был восполнен. Ага, охрана у него здесь снаружи стоит. Ну, ладно. Снаружи так снаружи. Если что, снаружи даже проще сражаться, чем внутри. А, поэтому пускай здесь нас все ошибаются. Я подожду, пока вынесу основную часть. Если можно будет получать феромоны еще таким способом, то это очень даже прикольно. Будет еще одна альтернатива, как говорится. Так, давайте-ка вы будете атаковать, пожалуй, паука. Пусть он быстро... Просто за секунду вынесли его. Он даже особо ничего подумать-то не успел. Моментальная смерть, да? Так, дальше у нас богомолище. Богомолище отстанет меня только, пожалуйста. Не хочу с тобой я драться. Не хочу получать от тебя люлей. Пусть тебе лучше мои ребята раздадут люля-кебабы. И дальше у нас только до королевы осталось добраться. Смотрите-ка. Так, ну, атаковать! Давай, беги-беги-беги-беги. Все, хорошо, меня не атаковали. Остается только от королевы избавиться. Призываем нашу армию в атаку. И выносим королеву муравьев. Все, пшш, вынесли. Получили один феромон, но... Плюс еще ресурсы. Это была битва против нашего доктора. Кубков здесь не дают, но можно получить еще дополнительно феромонов, значит. Еще вопрос у меня есть тогда. Насколько часто я могу возвращаться в эту битву? Насколько реально это полезно? Если у этого будет долгий откат, то это, ну, не особо приятная штука. Да, можно получить еще немножко бонусов. А, то есть... Оооо! Это, ребят, хорошее тогда обновление. То есть, получается, я могу обменивать один феромон? Точнее, одну вот эту атаку на один феромон каждый раз, просто сражаясь с доктором Зани. А с доктором Зани сражаться, как видите, ну, очень даже легко. Он не обладает сильной армией. У него такой, в принципе, обычный... Обычный муравейник. И на нем как раз-таки можно фармить. Наконец-таки нормальные феромоны. А то раньше не было способа адекватного, чтобы ты просто мог подфармить. Если тебе не прет, то тебе не прет, а ты будешь страдать. А теперь можно и не особо страдать. Чисто вот сражаться с доктором и получать свои феромончики. Прекрасные. Шикарно. Мне нравится это обновление. Очень упростит теперь геймплей. До этого было более хардкорненько. Сейчас стало... Ну, не то чтобы не хардкорно. Просто чуть-чуть приятнее. Для начинающих особенно будет хорошо. Можно теперь нормально феромончиками закупаться. Так. И плюс еще, наконец-то, разработчик будет получать свои копеечки за просмотр рекламы. Это раньше было не особо полезно смотреть рекламу. То есть, ну, как бы смысла от этого не так много было. Сейчас придется. Потому что если хочешь получить феромончиков, то посмотри рекламку. Получи атаку за феромоны. Иди сражайся с доктором и гарантированно получишь. Ну, в принципе, конечно, можно сражаться и с игроками. Там даже выгоднее может выйти. Типа, ты можешь получить сразу три. Плюс кубки. Все дела. Но здесь гарантированная фармежка без каких-либо для тебя особых последствий. Здесь ты уж точно не проиграешь и свои ништяки получишь. Плюс, если проблемы будут с онлайном, например, как раньше было, когда мы только начинали играть. Там были все время эти проблемы технические. Из-за этого не получалось нормально с кем-то пошибаться и получить своих феромончиков. Теперь, если что, можно поиграть против компьютера и получить с него тоже свои ништяки. Плюс, это не расходует щит, что есть полезно так же. То есть, с щитом сидишь, никто тебя не трогает. Все прекрасно, все хорошо. Так что, хорошее обновление, приятное. И что меня, несомненно, радует, что, наконец-таки, обновления начали выходить. А обновления теперь позволят... Точнее, если геймплейные обновления начали выходить, то теперь позволит нам каждый раз видеть, наверное, что-то новенькое. Видимо, они исправили в основном моменты с багами игры, с производительностью. Теперь они решили добавлять новые фишки, а то реально было маловато. Но здесь еще фишек добавлять и добавлять, как мне. Самая главная фишка, которую я жду, лично вот там пишут какие-то день и ночь, чтобы были какие-то еще приколы и т.д. и т.п. Мне кажется, самое важное обновление, чтобы, наконец-таки, дали возможность управлять отдельно армией рабов, отдельно своими юнитами. И разделять их на разные отряды. То есть, вот это было бы, да, тактический подход появился бы какой-то более-менее адекватный. Вот это вот не хватает, как мне кажется. Поэтому надеюсь, что это в ближайшее время ведут, чтобы можно управлять и одной армией, и другой армией. Ну, или допилили, чтобы искусственный интеллект хотя бы у рабов, чтобы они получше атаковали, работали. И, ну, в целом, кто много играет, понимает, насколько рабы бывают, иногда тупят, когда этого совершенно не нужно. Когда нужно, наоборот, чтобы они прям идеально подошли в нужную позицию. Ну, и багить, сквозь текстуры ходить, все дела, ну, это уже такое мелочи. Ладно, сейчас дождусь армию, сейчас еще тлю захватим. То как-никак мне нужно докачать, наконец-таки, магазин нектара, чтобы у меня появилось 75. Еще им нужно сделать другой способ получения нектара, иначе это слишком долгая прокачка. Прям, ну, очень долго это все фармить. Да. Кстати, по поводу того, что у меня есть кодовые слова. Как обычно, сегодня будет кодовое слово, только оно не в конце ролика, а в этот раз. А я даже не знаю, где это будет середина, начало, или что еще ролика. Ну, короче, да. Кодовое слово у нас будет сегодня. Знаете, какое сегодня будет тля у нас кодовое слово, поэтому пиши тля, и получишь с меня лайк. Ну, и ладно, все мои солдаты уже пришли, поэтому давайте двигаемся, вносим последнего огненного муравья. А потом мы с вами пойдем посражаемся, наконец-таки. И, наконец-таки, с другими игроками. С доктором посражались? Хорошо. Теперь мы будем сражаться с игроками, когда тлю защитим. Так, вопрос, откуда они попрутся? Ну, как обычно, скорее всего... О, спереди. Ну, значит, я сейчас точно потеряю тлю, потому что если враг появляется спереди, то это практически стопроцентный шанс того, что ты потеряешь хотя бы одного своего юнита. Такая тема всегда, если спереди выходит. Я всегда, вот все разы, когда спереди выходил у меня огненный муравей, всегда я кого-то терял. Потому что как-то странно начинают вести себя еще наши юниты, они почему-то не особо как-то нападают. Ну, то есть, если... У них, видимо, времени на реакцию не так много становится, потому что если конвой движется вниз, мы как бы движемся вниз, а этот движется в противоположную сторону, они не успевают среагировать банально. Особенно если огненный муравей сцепляется сразу в первого попавшегося, то тем более. Ну, если донесут 9 хотя бы тлей, то уже хорошо. Если 8 донесут, то уже будет грустненько. Ну, посмотрим. Так, ну уже 8, ну уже грустнее. Но если 7, то это уже все. Это вот, знаете, вот как есть 10 тлей, это было бы у нас... Так, сейчас. 10 тлей мы донесли, это было бы 3 звезды, 9 тлей это уже 2 звезды, 8 тлей это уже 1 звезда, и 7 тлей это уже вообще ползвезды или вообще нет звезд, потому что 7 это уже маловато, конечно. Ниже 7 это, конечно, полная жесть, но в принципе вы, наверное, поняли, про что я имею в виду. Так, все, донесли, давайте-ка прыгаем и в наш муравейник через нашу толпу. Если что, они у меня специально не ходят, не собирают ресурсы. Если думаете, почему такая толпа стоит, потому что когда ты отправляешь всю толпу собирать ресурсы, во время серии начинает прям дико просаживаться FPS, начинает подлагивать, слишком большая толпа таскает ресурсы, игра этого не выдерживает. Плюс, если еще создавать армию дополнительно, то там вообще огромные проблемы начинаются, так что лучше этого не делать. Так, ну и наконец-таки отнесли еще у нас всю тлю. Конвой у нас прибыл, значит теперь мы с вами можем пойти спокойно и посражаться с другими игроками. С доктором Заней игры посражались, посмотрели уже это обновление. Не может меня не радовать, что появилась наконец-таки возможность подраться с кем-то не в онлайне. И сейчас немножко восполню эти, о, битвы за феромоны, бои за феромон. А, то есть они кнопки сделали поудобнее. Ну вот еще небольшое обновление, но это чисто косметическое. Сейчас я набью, получается, этих, битв за феромоны, и мы сразимся еще с игроками. Может быть найду каких-нибудь своих подписчиков во время битвы. Ну все, четыре битвы у меня как минимум есть, теперь можно найти игрока. Может быть еще конкретно в самих битвах что-то поменялось, но вроде там ничего не писали. Блин, я забыл, что у меня мало солдат. Ну ладно, мне вроде повезло, потому что чувак, против которого мы сейчас идем сражаться, у него всего лишь 905 кубков. Значит у него скорее всего прям чего-то особенного нет. Не более, что у него еще можно грибов нормально. Тыли, смотрите, 253 гриба. И три лапки даже есть. Хотя бы лапки есть, это уже прикольно. Так, я смотрю, что... Опять, да боже мой! Почему меня вечно все пердолят? Так, ой, я даже живой, неужели? Только залезть не могу нормально я в ямку. Если бы я сейчас запрыгнул, то мы бы облегчили весь процесс себе в разы просто. Все отлично. Теперь просто отправляемся дальше. И у него, кстати, и трехзвездочные, и всякие многозвездочные есть чуваки все же. Но я тут, конечно, приплыл, да. Как у него 900 кубков, если у него в принципе нормальная армия. Я-то думал, что у него вообще сейчас нифига не будет, а у него так норм. Видимо, где-то до этого проигрывал прям активно. Так, ну короче, вся веселуха у меня тут происходит. Все друг с другом сшибаются. И дайте мне уже прыгнуть до гребаную яму-то. Ё-моё, заколебались. Серьезно. Сразу же вгрызается просто в меня и все. Какого хрена вообще? Вот с этого всегда пригорает у меня. Если тебя поймали, ты единственный как бы разумный муравей, который может двигаться как угодно. Но если тебя схватили, то хрена с два ты как-то вообще уйдешь отсюда. Так, а может вы будете сражаться? А, а, как вариант, может вы будете бить кого-нибудь? Нет, не собираетесь. Ну, жалко, у меня армия не из полного набора. У меня один только там боевой муравей где-то остался. Непонятно, где он вообще существует. Ну, ладно. Сейчас я прыгну в ямку тогда. Один феромон я все равно получу. Сейчас опять в меня вгрызется что-нибудь. Да, да, нет, не будет. Так, атаковать. Давайте, бейте. Да в смысле? У него даже знака не было, что он на меня должен напасть. Что это такое было? А, как обычно, начинаются битвы. У меня начинает немножко пукан гореть. Не то, чтобы я проигрываю, как бы, в том плане, что я все равно получу свой феромон. Это все хорошо. Но какого хрена? У него даже высказанного знака надо мной не было. Он такой просто, типа, и сожрал меня. И я такой, ну, отлично. Все, время страдать. Так, где у него там оставшиеся братаны? Если мои не будут тупить, то все будет окей. Если мои будут тупить, то как бы да. Тогда мы никуда не пройдем. Еще у меня почему-то клик теперь с ума сходит. Я нажимаю, а он не хочет кликать. Так, ну что? Может, пауки начнут драться, как вариант? Пауки, вы знаете, что вы вообще моя боевая единица, что вы как бы сражаться можете? Нет? Походу, не особо вы знаете. Вы думаете о лучшем мире, возможно? Так, о, неужели они начали драться? Неужели начался у нас махач какой-то? Так, ну и еще бы жук-пердун у нас наш заработал бы. Тогда просто прекрасно. Не знаю, успею ли я королеву завалить или нет. Но хотя бы этому-то я морду хочу начистить. Последнего пауку трехзвездочного, который просто какой-то нереальный. Его просто пробить не могут. Ну и, как обычно, мои чуваки не захотят бить королеву, потому что они могут так делать. Так, созвать, может, надо снова. Да, смотрите, созвать работает, но приказ атаки все равно не работает. Созвать, призвать и не работает. Такая тема. Ну ладно. 14 кубков я все равно... Ой, да. 14 кубков получил. 2 феромона получил. Уже хорошо. Тем более, что я шел не с полноценной армией и с моей армией, которая вечно тупит, когда мне не надо. Но еще я, конечно, в этот раз был не очень в том плане, что все время врезался в кого-нибудь. Это да. Так, сейчас призываем тогда новое существо. Призываем армию. Сейчас как раз она завершится. И пойдем набьем кому-то... Какому-то еще призванному существу мордасы. Пожалуйста, можно это будет жук-бомбардир? Я его давно хочу. Когда уже жук-бомбардир-то будет? Скакуна я получил. Хорошо. Дайте мне хотя бы еще одного жука-бомбардира. Мне в моем отреде его капец как не хватает. Мне один это... Это прям хорошо, конечно, но... Ааа, опять богомол. Когда я получу своего уже бомбардира второго... Без него вообще никакой. У кого есть в армии жуки-бомбардиры, хотя бы 2-3 штуки, то вы капец лакеры, конечно. Ну, сейчас в отряд добавлю еще одного богомола. Если у меня аж такая тема с богомолами пошла, то давайте-ка сделаем слияние. Лапки все равно есть. Может быть, сейчас появятся двухзвездочные. Ни, нифига не получилось. Ну, вот как раз-таки добавил на замену этому. Я, конечно, хотел увеличить свою армию, чтобы у меня было прям по максималке. Но, видимо, так вот оно у нас пока будет. Ну, лучше звездочки, как я понимаю. Звездочки лучше, чем количество. Так, захватить, да. Так, давайте, может, еще одно тарантула попробуем. Может, увезет мне в этот раз. Давай, может, тарантул хотя бы двухзвездочный появится. О, тарантул-то звездочный. Ну, уже поприятнее, да. Так, и больше пока некого сливать. Есть еще два богомола, но у меня одной лапки не хватает, чтобы сделать слияние для этих ребят. Поэтому сейчас исполняем наш отряд. Делаем, наконец-таки, 50 в этот раз солдат. И идем в следующую битву. Возможно, в этот раз дела пойдут получше. Ну, все, практически армию восполнил. Тричь от солдата появится, и можно двигаться дальше. Кстати, по поводу рабов такая странная система. Почему бы его не взяли? Было бы изначально разобочеку сделать штуку, типа, а берешь богомола, ты его захватил, он у тебя в тюрьме, ты такой, типа, окей, мне он больше не нужен. Берешь и разбираешь его на запчасти. Так же было бы проще, а то этот выбор, когда сражаешься одним, такой, типа, убить или захватить, и все. А больше никак лапки не получишь. Тоже странное решение, ну, ладно. Найдем давайте игрока. У меня, кстати, было 1100 с чем-то копков, но я их потерял, потому что забыл поставить защиту. Я, как обычно, когда выхожу из игры, почему-то забываю поставить защиту вечно. Вот это моя проблема. Так, поиски игрока. Что-то довольно долгий в этот раз поиски игрока. Если что, нас будет доктор Зани спасать, если вдруг это не сработает, если мы не найдем противника. Но что-то слишком долго. Ну, ладно, подожду пока что. Ну да, что-то багнул, перезашел в игру и стало все нормально. Так, ну что, в этот раз мне, наконец-таки, не кидает врагов, у которых 1400 кубков, 1300 кубков. Наконец-то мне кидает врагов, у которых 900. Значит, еще хотя бы шансы есть. Так, и пойдем. Это у нас Юхонг. 66 у него юнитов. Так, и еще бы мне аккуратно попасть. Наконец-то я спокойно туда смог проникнуть без каких-либо проблем. Так, и здесь стараемся держаться подальше от всех, чтобы мне мордасы не набили, как обычно самому первому. Тут есть такая любовь, да? Просто берут и меня вечно набивают. Так, минус еще один богомол. Какие-то там мелочи заходят пузатые. С мелочью тоже наши разбираются. И надо еще разобраться вот с этим. Поэтому все на него давайте! Так, на! Все, за секунду размяли его. А, и да, последний у них только остается большой паук. Я сразу на него всех закидываю. Сам отойду. Тут дальше вы, наверное, разберетесь. И это самый простой враг за последнее время, наверное, у меня. Так, а может приказ на атаковать королеву появится теперь? Или что? Вы теперь еще и королеву бить не хотите, потому что вам она нравится? Или что? Почему? Что это такое? Я теперь еще и королеву атаковать не могу. Я такой, да, отлично! Мы теперь с вами можем победить в этом бою! И игра такая, не, слушай, чувак, ну, как бы королеву атаковать-то мы не хотим. Она больно клевая, классная, там, вообще просто чика какая-нибудь, поэтому мы ее трогать не будем. Так, может мне лицо разобьют? Тогда я смогу хотя бы на нее напасть. Но это еще как-то беда подкралась оттуда, откуда я ее не ждал. Я еще и королеву сейчас не смогу завалить. И игра меня еще больше будет радовать этим. Так, вон, солдаты приперлись, и можно только меня не бить. Да е-мое, хватит меня-то избивать-то, хватит моего там бомбардира фигачить. Хотя, можете фигачить, если это их как-то разбагает, то я буду, в принципе, не против. Так, ну что, отряд у меня поменьше стал. Может быть, это как-то поможет. Пойдем еще раз попробуем. Солдаты у меня есть, эти у меня есть. Подходим. О, атака боилась. Все шикарно. Я уже думал, что сейчас обломаюсь. Из-за этого пришлось потерять несколько лишних солдат. Мог вообще никого особо не терять. Ну ладно, вот победа. Три феромончика еще в кармане. Плюс 17 кубков. Еще даже одну лапку получил. Вот, да, одна лапка. Это прям, да. Так. Как раз мне потому, что одна лапка и была нужна. А, если что, почему я так про лапку говорю? Потому что я хотел сделать слияние богомолов. Попробовать. Может быть, получится создать еще одного. А, да. Все, еще один двухзвездочный богомол у меня появился. Плюс привлекаем еще одного нового врага. И давайте-ка глянем, кто появился. И, кстати, ребята, говорю, что если вам нравится Pocket Ends, вам хочется видеть его как можно чаще. Все обновления вы хотите видеть максимально быстро, чтобы я про них рассказывал. Прямо оперативненько. То лайками поддерживайте Pocket Ends. И тогда он будет выходить чаще. Плюс подписаться. Не забудьте, еще ты на меня не подписан. И еще у меня, говорю, телеграм. Есть всякие секретные фоточки, информация про эту серию. Например, что она сегодня выйдет, можно было узнать в моем телеграме. Поэтому также туда заходите. Так, ну ладно. Тем временем мы зафигачим сейчас еще одного богомола. И получим плюс еще одного, возможно... А, не, не получим. Я думал, что ща я, возможно, еще сделаю двухзвездочного. У меня будет прям прикольно. А у меня лапок-то вообще нет. Может быть, с этого на запчасти разобрать как вариант. Давайте я впервые, наверное, завалю его и заберу лапки. Потому что давненько я не забирал лапки. Так, отправлю всю свою армаду забирать эти лапки. Правда, их будет немного. Но можно сделать еще комбинацию. Вот этих ребят, конечно, было бы забавно. Но, скорее всего, я профейлюсь. Поэтому не буду делать. Так, пусть идут, тогда забирают запчасти. На запчасти. Так, стоп. А, забыл, как источник указать точно. Надо же указывать, что это источник. Они не догадаются, что вот здесь мы только что зафигачили богомола. Прям тыркнуть, и чтоб они пошли. 150 моих рабочих вошло, чтобы забрать 20 лапок у него. Нормально. Ну, в общем-то, ребята, если вам все понравилось, лайками поддержите, подписаться не забудьте. Помогите мне, говорю, 2 миллиона набрать. Ну, вот так вот. Очень было бы круто, если бы вы меня так поддержали. Ну, а с вами был Кристалл, Покет Энс. Надеюсь, вам было все интересно. Скоро с вами снова увидимся. Всем удачи, всем пока. Не скучайте, не болейте.